Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео я научу вас, как по-английски говорить нет. Если вы серьезно занимаетесь учением английского языка, если вы используете его для повседневного общения, если вы хоть немного знакомы с культурой англофонов, вы знаете, что в английском языке принято избегать острых углов, и чтобы не казаться прямолинейным и грубым, ответы no стараются люди избегать, неважно в каком регистре. То есть, либо это casual conversation, либо это какой-то официальный стиль, особенно это касается переговоров. То есть, если вы хотите познакомиться с новыми людьми, завести как можно больше друзей, обращайте внимание на то, как вы разговариваете с людьми, потому что очень часто то, что в нашей культуре is ok, может быть совершенно no-no в других культурах. Представьте себе такую ситуацию, вы в мебельном магазине выбираете какую-нибудь мебель и спрашиваете друга Do you like this couch? Нравится ли тебе этот диван? И вдруг вам говорит not really. Это менее промолинейный вариант no, потому что no очень кратко, it's very abrupt. Безусловно, у нас в жизни есть ситуации, когда не обойтись без no, но мы сейчас эти ситуации не рассматриваем. Как правило, это какие-то разговоры, может быть, на повышенных тонах, либо какой-то вообще спор, либо когда люди на эмоциях, либо когда вас все достало, ну, либо когда контекст того требует. То есть, иначе никак нельзя. Вторая фраза. I don't think so. Очень часто ко мне подходят люди на улице и просят телефон, чтобы позвонить. И иногда люди, которые это просят, они очень такие интересные с виду люди, скажем так, и порой не хочется как-то им отвечать резко, потому что мало ли что. Так вот, мне было всегда интересно, как ответить так, что типа иди-ка ты лесом. Но чтобы человек не обидеть. Вы можете сказать I don't think so, например. Can I borrow your phone? Человек вам скажет. Можно мне ваш телефон позвонить? И вы можете сказать I don't think so. Либо вначале вы можете обозначить это. Sorry, I don't think so. Согласитесь. It sounds way politer than just plain no. Также заметьте, на такой вопрос can I borrow your phone? Not really. Отвечать нельзя, потому что это будет совершенно не в тему, вас просто не поймут. Еще одна фраза, которую часто используют в речи I'm not sure about it. Вернемся опять в наш мебельный магазин, опять к нашему дивану. Помните, мы спрашивали Do you like this couch? Вам человек говорит Not really. Можно сказать другой фразой I don't think so. Можно сказать I'm not sure about it. Yeah, I'm not sure about it. То есть здесь вы высказываете сомнения по поводу дивана, но вы не говорите, что говнище полное, редкостное, не надо его вообще покупать, пойдем отсюда быстрее. Вы говорите это гораздо нейтральнее. I am not sure about it. Есть вариация I don't know about it. Также вы можете сказать I'm not sure about this dress though. I don't know about this dress though. I don't know about this dress though. Кстати, очень часто в конце добавляется вот это though. Напоминаю, что though это but, то же самое. И ставится в конце. Если хотите подробнее узнать, что это такое, как его использовать, поищите у меня в плейлисте. Есть про это отдельное видео. Также вас могут спросить, пойдете ли вы на вечеринку. Are you going to the party tonight? И вы можете ответить I don't think so. Вы в принципе можете ответить no, в этом нет ничего такого. Но чтобы разнобавить свою речь, вы можете ответить I don't think so. Либо вы также можете ответить I'm not sure about it. Помните, отвечать not really на такой вопрос нельзя. Это опять же будет не в тему. Теперь давайте научимся произносить эти фразы. Not really. Помните, что когда у вас звук стоит в конце слова, и тем более перед другим согласным звуком, его не нужно произносить с придыханием. То есть not really вам будет гораздо труднее произнести в беглой речи и соединить это с другим словом. Поэтому мы можем сделать так называемый stop-ty. Это когда мы наполовину произносим звук-то. Not really. То есть у меня язык идет к львиолам, но я этот звук до конца не произношу. Not really. Not really. И я также произношу горловой звук. То есть я как бы приостанавливаю. Not really. Not really. То есть воздух у меня там останавливается буквально на долю секунды, и дальше я произношу следующее слово. Not really. Также напоминаю, really мы произносим через мягкий liquid e, как называют его коучи по акценту. Really. 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 Также напоминаю, что несмотря на свою близость к русскому i, это все-таки разные звуки. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Здесь мы имеем дело со звуком i. Don't. Произносим звук d через flap d. Это мягкий звук d, он более быстрый. Похож на русскую трель. Но не одно и то же. У меня есть в плейлисте видео, где я рассматриваю, рассказываю, как произносится flap t или flap d в американском английском. I don't think so. I don't think so. Когда вы соединяете I don't think, помним, что у нас на конце есть and t. Когда вы такое встречаете, звук t сразу можно выкидывать. После него идет еще один звук t, тем более можно выкинуть. I don't think so. I don't think so. То есть после звука н вы сразу переходите на звук t в слове think. Но, помним, там у нас не чистый звук т, а там у нас межзубной глухой th. Но, так как мы говорим с вами быстро, разрешается его немножко половинить. I don't think so. То есть вы не будете говорить т, чистый звук. Там есть такая замашка на звук т. Но главное, чтобы у вас это не звучало. I don't think so. Понятное дело, это будет уже перебор. Звук к также произносим без придыхания. По поводу слова sure, есть три разных варианта произношения в зависимости, где вы находитесь в США. Я произношу это sure, кто-то говорит sure, кто-то говорит sure. Вариантов много, выбирайте любой, как говорится, и копируйте его. Напоминаю вам, что I am в экстремальном сокращении превращается в простой звук am. I'm not, на, на, звук а, пишем о, читаем а. I'm not sure about it. Sure, sure, sure. Мы должны соединить звук er с последующим гласным звуком er. Шва, звук about it. I'm not sure about it. About it мы соединяем посредством flap t. About it. About it. I'm not sure about it. Либо I don't know about it. I don't know. I don't know about it. Don't know. Смотрите, что происходит. Don't know. Т убираем, так как кластер nt. Остается два звука n на стыке. Don't know. Там буквально доля секунды мы на этом звуке n как бы застываем, зависаем в воздухе, если снимать камерой замедленного действия. I don't know. I don't know about it. Это что касается произношения. Напоминаю, если вы новичок на моем канале, я говорю in American English. То есть это американский вариант английского языка. Потому что меня очень часто в комментариях спрашивают, Кирилл, как вы говорите? Как могу, так и говорю in American English. Для того, чтобы запомнить эти фразы, попробуйте сделать их своими. Попробуйте их персонализировать. Что это значит? Это значит придумать какие-то ситуации, которые охватывают вашу жизнь. Ситуации, в которых вы часто вращаетесь, крутитесь. Попробуйте в голове у себя это сказать. Вы можете сказать это вслух. Или, может быть, даже записать. После этого попробуйте сделать анализ каких-нибудь видео. Будь то Юглаш, либо ваш любимый сериал, либо какой-то фильм. И посмотреть, как люди используют эти фразы, в какой ситуации. Попробуйте это все перенести в свою речь. Опять же, копирование. Копировать замечательный тул в изучении английского языка. Потому что, опять же, мы не знаем, как этот язык работает. У нас свой язык. Мы знаем, как на нем говорить. Поэтому мы должны копировать других людей. Смотреть, потому что их речь приближена к оригиналу. Уже, когда вы более лесносно научитесь говорить на английском языке, можете там что-то свое фристайлить. Ну, а поначалу рекомендую вам делать именно так. Напоминаю, у меня есть Инстаграм. KRLS underscore English. Там вы найдете дополнительную информацию. Отдельно хочу сказать спасибо за добрые комментарии. За то, что вы делитесь своими пожеланиями, своим опытом. Как у вас происходит, как вы изучаете английский язык. Мне человеку, который давно занимается изучением языка. И человек, который ищет различные способы объяснения сложного материала. Подача этого материала. Мне читать это очень приятно. Иногда комментарии приходится пропускать. Иногда приходится людей просто блокировать. Потому что они портят атмосферный фон. И настроение как мне, так и другим участникам обсуждений. Также отдельный shoutout всем, кто воспользовался кнопкой thank you. Недавно я ее поставил. Очень приятно, что поддерживаете меня и мой канал. Также напоминаю, что видео выходит два раза в неделю. Это обычно среда, либо четверг, либо суббот, либо воскресенье. В зависимости от вашего часового поезда. Напоминаю, что сегодня мы разобрали три фразы. Как можно сказать нет, не говоря нет. Первая фраза была not really. Вторая фраза была I don't think so. И третья фраза была I'm not sure about it. Или вариация I don't know about it. Я желаю всем отличного дня. Пока.